Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео я расскажу, как бороться с пагубной привычкой грызть ногти. Казалось бы, безобидная привычка, но она отображает не только ваше психоэмоциональное состояние, но и влияет на красоту и здоровье ваших ногтей. В основном, когда человек начинает грызть ногти, это свидетельствует о внутреннем подавлении агрессии. Это, так сказать, нервная привычка. Понаблюдайте за собой. Ведь как только вы начинаете нервничать, вы начинаете грызть ногти. А значит, в таких ситуациях вам нужно научиться контролировать себя. Постарайтесь думать о чем-то другом, то есть отвлекаться и сконцентрироваться на теме. Например, если вы докладчик и рассказываете что-то, или преподавателю, или учителю, или просто проводите презентацию на работе, сконцентрируйтесь над вашей темой. И, конечно же, спрячьте куда-нибудь руки подальше. Держите их или по шрам, или сомкните их сзади. Еще один метод избавления от привычки грызть ногти – это использование лака с горьким вкусом. Да-да, такие существуют, и их можно легко найти в аптеке. По сути, это прозрачный обычный лак для ногтей, но когда вы начинаете прикусывать ногти, вы сразу же чувствуете горький привкус. И это вам должно полностью отбить желание грызть ногти. Если же и это вам не помогает, найдите хорошего мастера маникюра и сделайте самый красивый и самый сложный маникюр. Роспись на ногтях, стразы, в общем, гламурненькая и по-богатому. Вы потратите на это деньги, вы потратите на это время, вы будете видеть, как мастер потеет над рисунком на каждом ногте. Вам просто будет жалко портить такую красоту. И каждый раз, когда вы будете смотреть на красивые, ухоженные ногти, вы будете вспоминать, что грызть ногти плохо. И со временем отучите себя от этой привычки. Для морального удовлетворения посмотрите фотографии идеального маникюра в интернете. Просто вбейте в пояс красивые ногти или идеальный маникюр и наслаждайтесь. Пусть это будет вашим маленьким стимулом к тому, чтобы перестать грызть ногти. Просто представьте, какими красивыми могут быть ногти, когда вы перестанете их грызть. Также не забывайте следить за появлением заусенец. Возможно, вы грызете не ногти, а именно вот эти вот заусенецы, которые вас нервируют. Просто аккуратненько обрежьте их. Возможно, это поможет. Если же вы морально не можете настроиться и преодолеть свою тяготу, перейдем к более конкретным методам. Первый – это использование обычного пластыря. Если вы грызете какой-то определенный ноготь, наклейте на него пластырь. И походите с ним определенное время. Когда вы просто будете подпускать руку ко рту, вы будете вспоминать, что у вас на пальце пластырь. А это будет ассоциироваться вас с тем, что вы что-то делаете неправильно. И вы будете себя вовремя останавливать. Когда вы снимете пластырь, вы увидите, насколько отрос именно этот ноготь, какой он здоровый и красивый. Если же и это не помогает, давайте займем чем-то рот. Как бы это странно ни звучало. Например, возьмите свою любимую жвачку, чупа-чупс или любую конфетку. Например, перед важным собеседованием, встречей, экзаменом просто жуйте жвачку. Так у вас будет занят рот и вам просто не захочется грызть ногти. Следующий метод, конечно же, занять чем-то свои руки. Для того, чтобы отвлечь ваше внимание от рук, также можно использовать всякие массажные мячики, даже какой-то брелок или обычный карандаш или ручку. Просто вы в работе научитесь перехватывать карандаш или ручку каждым пальцем. Так вы займете свое внимание и отвлечетесь от ногтей. Еще один самый приятный и действенный метод избавления от привычки грызть ногти – это занятие рукоделием. А еще лучше, если это связано с работой рук. Например, вязание, вышивка, плетение бисером, рисование, какие-то логические игры. То есть, то занятие, которое будет вас погружать полностью, и то, что вы будете делать с удовольствием. Даже ориентируясь на результат, например, за пару дней сделать браслет. Это уже какие-то временные рамки. То есть, за этот период, пока вы делаете это изделие, вам нужно не грызть ногти. А если есть цель, не вижу препятствий. Если же метод пряника вам не помогает, попробуйте метод кнота. То есть, наказывайте себя. Потому что это все-таки плохая привычка. Например, если вы словили себя за занятием грызть ногти, вы провинились, теперь вы будете наказаны. Наказание может быть призедание, отжимание от пола, уборка или осуществление того процесса, который вам приносит просто массу негативных эмоций. Отгрызли ноготь, призедайте 50 раз. Так вы не только накачаете попу, но и избавитесь от плохой привычки. В общем и целом, концепция избавления от любой плохой привычки – это усиленный контроль. Всегда думайте перед каждым действием. И, конечно же, ставьте цели. У вас обязательно все получится. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, внизу, под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok